Наша организация, Общественный фонд Инициатива Арча, давно задумывалась, как провести ментаризацию деревьев в городе Бишкек. Но этот процесс довольно-таки тяжелый, и мы выбирали несколько методов. Один из наиболее доступных и мобильных – это технология NDVI, которая используется в сельском хозяйстве, которая используется в лесоводстве для оценки именно зеленых насаждений. Мы попробовали применить эту технологию в городе Бишкек. Она позволяет отсечь все зеленые крыши, она именно передает данные именно по зеленым насаждениям. Исследования проводились с августа месяца по октябрь месяц, чтобы не было погрешности в сезонном травостое. Мы поискали, какие факторы могут повлиять на это. Не только же это связано с посадками. Мы увидели, что есть взаимосвязь с маловодием. Мы также увидели, что если происходит увеличение осадков, то на следующий год происходит прирост зеленых насаждений незначительный. Своего рода мы можем говорить, что город Бишкек как живой организм, как сердце иногда увеличивается, уменьшается от количества осадков. Но для нас это является заключением о том, что неполноценная ирригационная система. На карте, если вы увидите, у нас выделено красным цветом. Это те участки, в которых исчезли деревья. Также отображается синим. Это те, которые появились. Грубо говоря, с 2014-2013 года уже появились парки, такие как Интемаг-2, парк здоровья. Ну, они появляются. Это тоже вносит свой вклад. Но также есть заброшенные территории, парки, которые постепенно высыхают. И вот здесь есть тоже территория, в которой 48 градусов. Но здесь люди живут. Самая высокая температура в городе. А это какой именно район примерно? Так, вот это у нас с вами Тунгуч. Вот здесь, в Тунгуче, есть вот этот район. 48 градусов. Площадь Аллатома уже, грубо говоря, как озелененную территорию мы потеряли. Потому что спутник, он анализирует растения, если собраны где-то 15 метров крон. Ну, допустим, там три дерева собралось, и он... У нас на площади там такие маленькие сумахи стоят, как зонтики. И люди под ними прячутся, грубо говоря. Просто спутник, он такую точку, он как по меху проигнорирует просто. А зеленые насаждения создают благоприятный микроклимат в городе, который позволит нам более, как сказать, переносить, более лучше переносить высокие температуры. Если мы говорим об изменениях климата, мы с каждым годом будем их сложнее переносить. Без эффективной ирригационной системы нам будет сложнее сохранить деревья, и город станет некомфортным, если мы сейчас об этом не задумаемся. Невозможно жить в городе без деревьев. Это было исторически создано, что все города строились на руслах рек, чтобы был доступ к воде. Поэтому нынешняя тенденция о том, что не видно архитектурный ансамбль зданий, приводит к тому, что улицы становятся безлюдными, люди не гуляют, только выходит вечернее время, а остальное время пытается как-то пережить эту жару. Необходимо по новой найти специалистов. Вот как мы проводим инвентаризацию деревьев, нужно полностью проинвентаризировать все рыки, применить новые технологии, определить пропускные способности узлов, пропускные способности существующих артерий, новые технологии и город транспортировать воду и более эффективно ее использовать. Лучше обслуживать и меньше траты воды будет. То это нужно в новом городе все это использовать. Просто на это необходимо выделять средства. У многих люди дома сидят, думают, ну, дома комфортно, кондиционер, а дети, выходя на улицу во двор, они не видят деревьев, только запаркованные машинами дворы. Поэтому, если вы произведете посадку деревьев на придомовой территории, вы можете и полить. Соответственно, первый, кто получит благо в виде микроклимата, снижения температуры, пыли, шума, это непосредственно будете вы, ваши дети, которые будут гулять во дворе.